Слава Тебе, Боже, да слава Тебе! Пресвятая Богородица, спаси нас, Светитель, очи наш, никого, и моли Бога у нас. Светитель, очи наш, никого, и моли Бога у нас. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. 23 мая. Продание святого первомученика Михаила Чернорисса. Святой мученик Михаил происходил из города Эдессы и был сыном родителей христиан. По смерти их он раздал нищим все, доставшееся ему по наследству от родителей имение, и отправился в Иерусалим посетить святые места. В то время Иерусалим принадлежал уже мусульманам. Поклонившись святым местам, он удалился в обитель святого Савы и принял здесь монашество. Спустя некоторое время он был послан своим наставникам Иерусалим продавать изделия иноков. И он встретил здесь евнуху мусульманской царицы Сеиды, который взял его с собою, так как сосуды, продаваемые им, были очень красивые и хорошо сделанные, и привел к своей царице. Царица, увидав юного инока, прекрасного лицом, но тощего от пощения, прельстилась им, начала соблазнять его на прелюбодеянии и сказала, «Будь послушен мне, и если ты болен, я тебя вылечу от болезни». На эти слова царисы Блаженный Михаил ответствовал так, «Я болею о моих грехах, служу же Господу моему Иисусу Христу, и не хочу слушать тебя». Царица всячески принуждала святого к беззаконию, подобно тому, как некогда в Египте жена Патифара, принуждала к беззаконию Иосифа Прекрасного. Но целомудренный Михаил не соглашался не в беззаконии, так убеждая царицу. «Нельзя мне этого делать, потому что я монах и дал обет Богу до конца дней моих, не порочен сохранить чистоту моего тела». Нечестивая же женщина та, убедившись, что целомудренный инок ни за что не захочет согласиться на ее беззаконную судьб просьбу, исполнилась стыда и гнева, приказала бить святого палками. Затем она отправила инока, как будто бы порицателя веры их, к царю, бывшему в то время недалеко от Иерусалима. Царь, расспросив святого, приказал его развязать и убеждал ее перейти в магометанскую веру. Святой же сказал царю, «Нельзя мне оставить Бога моего и стать последователем беса». Царь снова стал соблазнять его, «Проси у меня, чего хочешь, и будешь царствовать со мною». «Прошу у тебя одного из трех», сказал ему на это святой, «или отпусти меня к моему наставнику, или крестись во имя моего Бога, или усекновением меча отошли меня ко Христу Богу моему». Но царь приказал дать святому чашу с смертоносным ядом. Святой же выпив яд остался невредим по слову Христа, сказанному во Святом Евангелии, «Если что, и смертоносное выпить не повредит вам». Постромленный царь приказал отсечь рабу Христову голову мечом посреди Иерусалима. Кончина святого мученика последовала в IX веке. Монахи обители святого Саввы, взявши тело святого мученика, понесли его в свою лавру и с почестями положили мученика Христова вместе со святыми отцами, прославляя Христа Бога, дивного во святых своих. Аминь. Богу нашему слава во веки веков. Аминь. Просим, приходите, подписывайтесь, будете регулярно получать с нашего канала. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok